Джудпур В фонгах пятилетней давности город этот с высоты действительно был весь такой синий-присиний. Но сейчас он то ли облупился, то ли граждане за последние 500 лет несколько подустали от монохромной гаммы. Так что теперь он выглядит как корочка-пеструшка. Скала, на которой клан Солнечной Раджпутской линии Радхоров водрузил свою крепость, возвышается на высоту 125 метров. Стена, опоясывающая форт, тянется на 10 километров. Красота внутреннего дворца несказанная и вся насквозь кружевная. Так что форт Джудпури с полным основанием можно считать самым крутым из необитаемых, то есть музейных, фортов Раджиастана. Вот так вот на шипчике-то непрошенные гости и нарывались. Раджпуты в свое время брали штурмом крепость на Слонах, так что ничего удивительного. Раджпуты в своемстве vivья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова С высоты форта, а также с террасы нашего распрекрасного, но, к сожалению, гладко отреставрированного отеля 16 века, открывается роскошный вид на голубой город. Причины выбора голубого цвета объясняются по-разному. Одна из версий говорит о том, что Раджа Джоджо решил, что дома Браминов должны хоть как-то отличаться от домов других жителей. Ну, а поскольку Браминов здесь было видимо-невидимо, то и город стал голубеть на глазах. Вот в этом месте не надо думать, что все сейчас подумали. Во время проколки по узким улочкам старого города мы старались ходить только по голубым улицам, чтобы хоть как-то оправдать свои ожидания сформированной глубоко порочной практикой смотрения все заранее в интернете. Однако в Джоджпуре довольно сильно ощущается присутствие не столько Браминов, сколько недобитых Раджпутов, причем в основном Солнечной династии. Раджпутские символы можно видеть везде, так же, как и отличительный признак профессиональных воинов – серьги. Раджпутские символы. 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 чтобы делать с родителями уроки, а женщины, чтобы петь баджану, религиозные песнопения. Субтитры создавал DimaTorzok